друзья у нас экстренная остановка в пути колян накачал в тавре колеса на две атмосферы и мы едем как на табуретке в общем надо приспустить немножко коляны что там у тебя короче завалили тут багажник полностью барахлом за барахло барахло она сядем посмотришь это последний как ты думаешь какое у тебя давление в колесах когда-то качал 2 когда-то качал 2 в общем доброе утро друзья вы на канале в поисках золота меня зовут серёжа у нас экспедиция едем в разведку есть желание проверить один очень интересный ручей ну попробуем поискать опять скифов в поля пока ехать смысла нету все замерзшие смотрим что там у нас колян а у нас одна атмосфера или сколько это у нас пози сейчас дойдет нет дойдет одна атмосфера ты по черному смотри черном 1 и 8 наверное да где-то так чуть спустим 18 как бы нормально для таврии 2 на полторы я вообще там меньше атмосферы ездил когда забыл подкачивать я думаю достаточно колен все было вот так четко вот по второму этому я понял вот что ты хочешь сделать я не знаю сколько это все все хватит может чуть-чуть и дохватит не под тем углом смотрится до под нормальным я угол смотрю будет лучше проходимость что можно было задними трогать не будем а чё задние трогать не будем я думаю что стоит задние тоже приспустить ну конечно дима сена не скажется я думаю так а здесь сколько давай посмотрим интересно просто столько же здесь они мне не сейчас он наберет а здесь смотри как надо это не одну перекачиваться и сама запускает откручивая вернее давай задние тоже чуть приспустим чтоб тему чу мягче было ехать о колян ты багажник такой поставил это спойлер это спойлер он прижимает тавролет к земле и тебе легче ехать такое ничего ладно пока колян там магазинах это я покупал бы уж не потому что у магазинах ничего нормального нет это нормальный до багажник так средний фигасе сюда можно положить не но на жигулях я помню когда-то такие стояли вот еще в советские времена все жигули ездили с такими багажниками всякие дачники там и всякие рыбаки охотники то что сейчас придут магазинах но вообще блин ужасно там пластмасски такой тоненько это захожу магазин не богатый нету какой-то крендель стоит вот у меня есть старый такой бусарова браса за сколько ты его купил коля 300 гривен друзья смотрите как какой погашь это не ржавейка вот эти я понял а телефон не звонит вот так всегда друзья только начинаешь снимать видео сразу кто-то начинает звонить ладно включимся уже на месте нам еще километров 15 ехать друзья а я спешу вам напомнить что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотую черняховское украшение из чистого золота поэтому обязательно подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик и ставьте лайки чтобы принять участие в розыгрыше уже хочу сказать стало мягче гораздо мягче мягче да будет на полторы где-то да ты спустил коленок меньше меньше чем нам еще километров 15 где-то тулить по лесу и мы будем на месте все будем на месте покажу вам места друзья колян такие лужи проезжают просто мрак да уже нету правда но было кстати на спущенных лишь причине не это самое это может снимать давай я выйду даже коля так подожди я тоже выйду надо посмотреть что здесь препятствие у нас на дороге друзья такой ручек слушая я как-то не перейду здесь колян может я поеду с тобой сейчас коляныч будет это форсировать подождите у тебя двери герметично закрываются коляне у меня все герметично ну давай самый герметичный на свете машина почеток медленно едешь вот здесь вот мы провалились друзья я не знаю теперь как отсюда выйти так сейчас я вылез на коляк какой план действий машина провалилась просто колесами между досок куда-то провалилась только лесу упала ну-ка там какая-то яма там доски гнилые а мы туда провалилась да я посмотрю тебе просто главное тут не упасть блин смотрите провалились как она упала четко и надо было просто эти не забирать а по ним ехать коля так мое барахло пожалуйста не это не выкиньте никуда так я сейчас тоже переобуюсь потому что мне как-то в кроссовках не камильфо сейчас посмотрим что тут коляныч будет с этим всем делать с этой проваленной утопленной машиной друзья я переобулся сапоги какой у нас план действий коляныч вперед на запад короче машина утонула больше чем пол колеса но дать доски по вынимать коляныч что ты будешь делать как мы будем выезжать расскажи это шо у тебя такое это у нас лебедочка это электрическая лебедочка да я себе сделал вы не знаю дело дело это надо еще вы нас сделать вот это плохо что санек не говорил сделай вы нас они материться да простите ну да да коляна здесь и смотрят там есть какой-то крючок за который ты хочешь зацепить машине есть коля у меня не бросайся нормальных джипах есть еще вы на специальный чтобы ты хочешь все-таки тянуть вперед не назад я просто больше она сейчас днищем вот эти бревна по поднимают мне может быть такой может под домкратить и подложить что-то под колеса я думаю что мы даже проехали мы даже проехали если кто-то не наложил сюда деревяшка скажи как под лед надо сделать крючок коляныч надо зацепился нет уже руку намочил колян закатай рукав коляныч закатай рукав ты намочил уже руку в общем колян наконец-то зацепил крючок и вот тут вот у нас лебедочка сколько стоит такая лебедочка колян сначала колян тут что-то мутит какую-то супер мега конструкцию главное дерево не вырвать да там отцепилась коляныч да ты как-то плохо зацепил изначально в натяжке будет нормально вот такие вот прибамбасины есть у колена они просто забыл сейчас давай зацепим здесь я понял натяжка идет вот она пошла наша первая поломка поломка это много мы вытянули видишь не до конца не ну я как бы не до конца и вытянул а зачем ты снял эту штуку колян вот она мешает если честно она нужна она нужна но бери ближе лебедку себе а кстати да мы сейчас тогда будем делать вещи то есть который недостаток вылез плохо закреплено но ничего мы сейчас так одень эту штучку не не на какую что вот эту мы сейчас все нам на кабель если был бы шестигранник то мы бы блин поджали бы конечно плохо зажали куда она вылетела вот шестигранника у нас нет нет лишь вот 6 плохо зажата был вот и шестигранник надо чтобы зажать просто надо а мы просто сейчас на узел завяжем и все не не давай на узел завяжем ты запекаешь там ты опытный человек это может быть колян надо чтобы она не прокручивалась там это защита просто друзья в общем заправили мы туда этот шнурок лебедку и колян сейчас будет делать вещи придержите надо здесь подставочку лыжу сделать что сделать натяжечка есть будешь держать его тёмно в руках ну интересно может дай мне пульт ты пультом будешь у колена пульт от лебедки чтобы она там не вылетела тут вот выехал смотрите лебедочка делает свое дело натяжечка пошла я думаю что она уже выйдет сама колям пускай лебедка тянет как мы обратно будем ехать я пока еще не знаю сейчас да вообще тема капец а а а а а Играет музыка. Вот и все, друзья. Вот машинка и досталась. А проболелись мы где-то здесь. Вот в эту вот ямку. Тут надо было колену брать немножко сюда, чтобы мы проехали. Все, выехала. Глуши точилу, Колян. Та не сади аккумулятор. Зачем? Отключайся. Короче, лебедка тема, друзья. Лебедка тема. Вообще. Аккумулятором можно неделю таскать? Да. Ну, я вам скажу, она идет, считай, на 1800 килограмм усилия. Но я сейчас покажу блоки, какие я сделал. Давай потом. Да, все, потом. Мы тебе верим, Коляноч. Не, просто, что через блоки можно тянуть хоть раз. Я понял. Чуть-чуть вперед надо протянуть, Колян, и отцепить крючок. Я думаю, что все будет хорошо. Не, не надо вот этой штукой. Что есть, не, не, смотри, это вот есть такая штучка здесь специальная. Там уже Темыч вон уже делает. Тоже она вот здесь отключается. А, нам надо смотать ее. Подожди, нам надо смотать ее. Смотай. Ну, конечно, надо смотать. Плотненько надо смотать. Все, друзья, мы... Это еще не все, мы еще Темыч придерживаем. Я надеюсь, что там дальше больше таких мест нету. В общем, собираем лебедку, собираем все шнурки и отправляемся дальше. Нам еще трохи ехать. Поэтому, когда покупаете какие-то китайские вещи, надо все просматривать, как все закреплено, как все сделать. Нужно разобрать, перебрать, засиликонить, смазать все. Видишь, как кажется, блин, неплохо. Короче, Колян, мне вот этот вот бугорчик нравится. Мне он тоже очень нравится. Скажи. Да. Давай-ка мы тут пошатаемся, мужик. Шикарный бугорчик, правда? Угу. Ты решил сразу на него и зарулить, да? Сразу и пенечек завалить, я решил. Опа! Стояночка. Все, приехали. Ну а куда дальше? Все, супер. Давай будем тут шутать. Давай. Вот такой вот интересный местечок, друзья, увидели по дороге. Бугорчик. И туда чуть тянется. Здесь низина, там низина. Сейчас попробуем тут походить. А вдруг есть что-то. В лесу так классно, просто капец. Очень шикарно, погодка суперовая. В общем, класс. Что там, Колян, у тебя еще какая-то разработка есть? Не разработка, это блок я сделал. Правда, это не совсем на таврию. Титановые пластины вот эти. Это на КамАЗ. Ага. Да, это можно трактор оттянуть. А, это вот те гайки, которые ты покупал, да? Да, да, да. Здесь подшипник стоит. На 3,700, это начало статической деформации, блин. Опять матерится. Да. Колян, ты, зрители все поняли. У меня 5, ну, кто-то там поймет. Это самое. Вот таких блоков 5 штук будет. Вот если было бы там 3 блока, даже вот это, если мы взяли веревку, мы бы сейчас ее запросто вытянули. Руками. Да, это усиление вот этими блоками, усиление в 3 раза можно сделать. Я понял. То есть ты один. Пирамиды так строили в Египте, да? Да, да, да. Так что, если лебедочка не работает, таких блоков взял. Они, правда, очень большие, ну, для такой машинки. Да. Но если там Генчик опять сядет, где же Генчик, да? Я понял. То они как раз пойдут. Все, собираемся, да? Да, собираемся. И погнали в разведочку. Это Коляныч там ходит. У меня, друзья, есть находочка. И что-то такое. Не знаю, может быть, и скифы. Коляныч, глянь. Посмотри-ка, это не пронись там, ихняя случайно какая-то. Кто, кто, нехню? Пронись. Ну, бусина типа. Что ты скажешь? О, какая шняшка прикольная. Надо ее почистить. А для этого имеется у нас специальное устройство. Ты сейчас начистишь себе специальное устройство. А у меня здесь все защищено. Возьми палочку просто выломай. Дай зарисоваться устройством. Что ты скажешь? Что хочешь? Может быть. А, видишь, какая-то окантовочка у них? Да, да. Мне кажется, это более что-то современное. Хуторщина какая-то, да? Фига вообще. Ну, по пати не, блин, не очень. По пати не хуторщина. Да, ну там дальше еще набор в СТС-3. Ну, давай, пройдемся еще туда дальше. Вот туда, да? А будем еще один. Ну, давай, давай. Я там ручей течет, так вдоль ручья и будем идти. Находка вот первая. Ну, что-то бронзовое. Сигнал хороший был, кстати. Ну, патина такая. Ну, патина хуторская. Но лежала очень глубоко, кстати. Я ее со штыка выкопал где-то. Все, берем, идем дальше, друзья. Перебираюсь, друзья, через ручей. Хочу перейти на другую сторону. Иду по козиной тропе. И сейчас слышал, как козы предупреждают об опасности. Где-то коза ходит, наверное, с маленькими. И кричала сейчас в лесу. Я ее не вижу. Тут такое захораченное. Где-то они рядышком. Где-то ходят здесь. Потому что следы видел. В общем, иду, хочу попробовать с другой стороны покопать. С эти места. Вот тут был ручей. Сейчас это все дело высохло. И такие кочки пооставались. Вот козьяная тропа. Сюда они ходят. Где-то тут они пасутся. А вот ручей еще не весь высох. Где-то вот течет. Так, мне туда надо. Там, по-моему, еще один ручей. Сейчас, в общем, найду какое-то перспективное местечко и похожу там. Вот такие вот места. Молодой лес. Молодые сосенки растут, посаженные рядочками. Видите? Все, иду дальше. Оттуда я пришел, друзья. И нашел, смотрите, случайно чуть не прошел его. Вот такой вот интересный бугорочек. Видите? Он такой идет плавный. Вот это вот все заливалось. Здесь вода была. А вот это был какой-то бугорочек. Сейчас я на него, с него зайду с этого края. Буду вот так вот продвигаться в ту сторону. Лесники тут деревья режут старые. Все, иду дальше, друзья. Козы. Друзья, остановился. Сейчас шел две козы. Я их не видел, они услышали меня. И ломанулись. Такие классные, капец. Ушли уже. В общем, докладываю обстановку. Далеко ушли, не видно их. Докладываю, в общем, обстановку. Прошел я по ручьему с одной стороны и с другой. Ничего нету. Возвращаюсь к машине. Будем сейчас переезжать. Переедем в то место, там, где мы в прошлый раз копались. По скифам, где мы зацепились в разведке. Попробуем место раскрутить. Вот такая вот ситуация. Все. Идем дальше к машине и едем. Колян творит сафари тут, короче. Мы едем задом. Давай, давай, Колян. Газу, газу. Винку миллиончику эту самую. Стой, стой, Колян. Ты сейчас зацепишь там. Никого мы не зацепим. Вот это поворот, Колян. Здесь бабушек нету, блядь. Давай вот этот бугорок пошатаем. Не хочешь? Или поедем дальше? Хочу, как шатаем. Бацки, как скажешь. Колян, ты как разувал, что ж зеркало завернул. Что ж, тайм или едет? Давай, Колян, как тебе там? А? Смотри, какие, да. Ага, побегаем мы тут. А я слышу, что где-то режут лес. Все режут себе. Давай, это самое, ставь машину. Направо ныряй, Колян. Вон, направо, классное место. Да все уже стой, блядь. Тут лесовозы просто будут ездить. Ничего. Не, ну мы же не на дороге стоим. Или дальше дорога. Такие лесовозы будут в предвода ездить. Все, друзья, весна. Смотрите, муравьи проснулись, греются на солнышке. Ага, такие шурудят-то капец. Класс. Светики они. Их тут просто миллионы. Класс. Им еще холодно, они в кучу сбиваются. Греют друг друга. Друзья, вот мы и зацепились по скифам. Новое место нашли. Значит, смотрите, у меня такой сигнальчик был такой тонюсенький-тонюсенький, глубокий-глубокий. Гляньте сюда. Блин. Вот она. Заколочка. Блин, я его лопатой согнул. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Жалко. Ой, как жалко. Капец. Капец жалко. Ничего, это такое. Выровняется. Офигеть. С дырочкой еще. На шляпке. С орнаментом. Крутяк. Крутяк. Крутяцкая. Блин, супер просто. Смотрите, какая она классная. Офигенная. Зацепились по скифам. Сейчас ставлю точечку в телефоне. И будем этот местяк раскручивать. Не зря мы сюда ехали. Калян, не матерись, пожалуйста, в рацию. Я как раз видео снимаю. Ой, не зря мы, друзья, сюда добирались. Смотрите, как ее уже подсушило на ветру. Класс. Просто класс. И тут, я думаю, потом его будут пахать. Это все. Сейчас цветочку поставлю. Все. Я уже доволен. Ставлю точечку. И сейчас будем это место крутить, раскручивать. Супер, друзья. Просто супер. Находка офигенная. Идем дальше. Друзья, докладываю обстановку. Значит, Калян где-то там копает империю. Темыч поднялся выше. Зацепился. Нашел керамику. А у меня находка под деревом. Смотрите. Под деревом сигнальчик. Я думал, как это пробка, если честно. Это не пробочка. Посмотрите, какой классный. Наконечничек. Зацепились мы, друзья, по скифам. Ой, зацепились. Класс. Класс. Новое место нашли. Супер просто. Супер-пупер. Я бы сказал. Все. Сейчас будем раскручивать его. Вторая находка по скифам, друзья. Шикарно. Просто шикарно. Он в такой еще патине, в такой, ну, в очень такой сложной. Обычно они такие классненькие попадаются. Этот, ну, прям вообще, прям закис. Все, берем. Берем, идем дальше. Смотрите. Я думаю, что нам надо туда ехать. Туда ехать? Я думаю, что нам надо туда, откуда мы сейчас идем. Нет, туда вот. Куда лесовозы ездят. Вот туда? Да назад, Колян, ну не тормози. А вот смотри, какая дорога накатана. Поехали по ней. Сейчас откроем карту, посмотрим. По-моему, я по надречкой видел там дорогу. Идем обедать, в общем. Пока. Будем переезжать в другое место. И вот здесь вы ходили? Здесь мы не ходили, Колян. Ну, блин, так это самое казарное место. Ну, ты же тут суда же шел. Я не ходил суда, я снизу там ходил. Ну, такое. Я думаю, что надо ехать дальше. Покопали чуть-чуть и хватит. Может здесь мы пробежали бы чуть-чуть? Ну, беги, Колян, мы подождем. Мы сейчас все сожрете и ничего не останемся. Конечно, Коляныч. Пока вы будете бегать там. Что у нас там на обед сегодня, Коляныч? А на обед сегодня? У вас я не знаю, но у нас, да. Заколку видел мою? Не, блатуй. А ты видел мой кельтский тесак? Ох, ничего себе. Да? Классный. Я раньше их выкидывал, а у меня уже несколько человек говорят. А зачем их выкинуть? Ну, вот этот такой. Смотри, Коляныч, какая законочка. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, нифига себе, еще такой красивенький, блин, орнамент. У тебя такой нету, правда? Так, конечно, у меня такой нету. Тут смотри, еще дырочка есть. Ну, дырочки у меня есть, а орнамент классный, да, держи. Царапульки красивые. Кайфово. Конечно. Ну, у тебя что-то похожее есть, но... Ну, есть всякие там поцарапанные вот. Я ее согнул, видишь. Да вижу. Вы же на меня говорили, как это ты там гнешь заколки. Их тяжело не согнуть просто. Тяжело, у меня совсем пара штук-то не помнит. Ну, такое. Давайте будем обедать. Давайте. Темыч, доставай еду. У нас препятствие на пути. Сейчас будем смотреть, да, но не ехать еще. Я думаю, что даже, наверное, нам надо выйти, Колян. Идем, ну, глянем. Что там и как. А ты тут вот левее, поэтому объедешь? Глубокие ямки. Дело не то, что у них глубокие. Они просто сейчас посыпаются. А ты по целине одета и я одета. Нет, так я вот здесь вот. Вот по целине провели левее, да. И там? Дальше надо прогуляться. Вот здесь бы я поеду. Мне вот так вот здесь перескочить надо. Вот тут можно тулить. Нет, можно тулить. Все, все, поехали. И вот тут он и есть. А дальше куда? Дальше все. Все, все. Можно по левой стороне. А можно поедеть? Сейчас посмотрим, куда и Колян поедет. Тут такая грязючища, просто капец. Колян решил срезать. Ломает ветки там уже какие-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Назад. Не копайся. Ты закопался, Колян, из чутаха. Не надо было нырять в этот пылью. Это по насчету было нырять. Давай назад. Я думаю, что надо лебедку доставать. Колян, ты сейчас закопаешься. Только назад. Только назад. Темыч, отойди, мы сейчас закидаются. Не-не-не-не-не. Закапаешься, все. Надо домкратить. Да сел уже капец. Ты закопался, Колян. Ничего страшного. У нас вон березка есть специально обучена. Я думаю, мы только вперед. Вперед? Я... Вон, видишь, сосенка. История повторяется, друзья. Вижу, на мой спутой здесь прекрасно вообще поехал. Ну, а что ты сюда заносил? Давай вдвоем сейчас серый назад и он правее возьмет. Нафиг это сейчас еще полчаса. Нихуйся. Посмотри, как я сел еще. Давай сейчас толкнем. Просто надо еще одной лошадиной них. Давай, давай. Я тоже толкнул. Колянчик тут, короче, закопался. Хороший сигнальчик был, Колян. Копнул... Копнул глубоко. Потестим хоть снарягу, а то мне надо же... Опять. Что? Опять? Надо потестить, чтобы знать все недостатки, оборудование. А хватит нам туда шнурка? Слушай, у меня веревок там, блядь. Нам до села хватит. Так что все нормально. Здесь хоть не надо руку мочить, я так понял. Друзья, история повторяется. На этот раз мы в песке засели, а не в ручье. В болоте, можно сказать. Сейчас будем тянуть шнурок. Там он цеплял же ж там так его за удавку, Темыч. Да? Да, 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 да. Давай, я сейчас зацеплю, натягиваю этот свой край. Сейчас все сделаем. А, я понял. Сюда, сюда, сюда. Так. О, все, видите, как замечательно. Сейчас будем тянуть. Тебе аккумулятор надо достать еще, да, Коляныч? Ну, если бы не эта лебедка, я тебе скажу, что мы бы тут сидели до прихода трактора. Я бы так смело не ехал. Так что подложим? Я думаю, ля, вот домкрат... Не, ну, под домкрата, если бы домкрата не было, вот прикинь как. Я так смело, я же поэтому эту всю и взял, чтобы... Я чуть натянул, да? Я чуть натянул. А что вот это висит? Где? Опять-то. Нет, так надо, наверное, вымотать все с этого. А, я понял. Давай, не-не, давай, лучше я этим натянусь. Ну да, я тоже думаю. Давай, Коляныч, подключайся. Карати. Это ты минус в плюс, электрик. Да, да, да. Да, 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 да. Уже уйдет. Ну, ничего страшного не случилось. Надо было сделать клеммы такие, чтобы плюс не подошел к минусу. Ничего, катастрофа никой не будет. Так, ладно. Огонь наматывай. Не мотает. Не мотает, да. Вот это веточка плохая. Главное, березку не вырвать. Вот это вот мне не нравится. Что? Ты можешь ее сломать, Колян. Потому что... Портрет. Ну, это березка такая, знаешь. Она-то очень прочная, но... Челкоть ее сильно не бывает. Так. Ну что, я буду смотреть, как будет выезжать машина. Тёмыч, посмотришь за это, да? Ну так, придержи руками. Может, багажник закрыть не надо? Что-то ты там гупнул. Это твой прибор там лежит. Ничего страшного. Колян! Давай-давай, она так пойдет. Не газуй! Не надо газовать, просто ее тяни и все. Пускай просто лебедка едет. Надо лебедку тянет? Да, тяни. Не-не, надо чтобы он помогал. Тут пиздец натяжка. Натяжка сильная. Давай, газуй. Помогай маши газом, ну. Руль выровняй, Коляноч. Вот так, да, все, отлично. Сейчас Коляноч через будет елки ехать. Смотрите. Оп, Колян показался. Газу, Коляноч, газу. Ты щас там прыгнешь. Стой! Там... Колян, ты сел пузом теперь на эту штуку. Ты щас там спрыгнешь и утонешь. Назад надо. Нет, назад мы не это сам. только вперед. Надо назад чуть-чуть. Это выровнять колеса и назад. Наши вытолкали тогда. Сел там, да? Да. Надо, назад, мне кажется, начали. Я думаю, что надо назад, Темыч. Иди отсюда посмотри. Нет, назад мы не выйти. Только вперед. Только вперед. Только вперед. А ты спрыгнул уже, да? Да, да, да. вот вперед ну давай давай иду толкать друзья 5 глян лезет в болото так здесь вот они как на посмотреть мы туда ехали у меня с кима я буду можно и по левой стороне по левым я скинула вправо я заезжал по левой стороне по левой вот так вот и есть смотри бери да бери сюда вот левее левее да не скинете глян вот так у тебя правое колесо должно быть здесь глян только не сядь я тебя прошу туда вот это он занырнул колян ты ихтиандр подожди не заводи может пока ты воды там не сербанул вдвигло стойте там все просто парует да и сажусь сажусь так коляны чихтиандр там где-то еще одна колюшка может хватит клян ты не натягался еще crazy не знаю что там у тебя щелкает что-то замучил мужу рулю какую-то друзья нам еще немножко и мы на месте было мы уже на месте все чуть чуть поедем туда дадим давай проедем давай нашел друзья вот такой вот шурф в лесу решил проверить есть находочка вот здесь вот лежала смотрите монетка не докопали пацаны что это у нас соли какой-то медный скорее всего на не видно ничего кто-то здесь кладка пол сто процентов так расшурфили в разные стороны вот одну монетку забыли забрать сейчас пацанам по рации скажу солит тёмыч медный солит сейчас покручусь здесь вокруг может еще какие-то монетки будут хотя если клад был может быть и нету что то мне кажется что они тут ни одну монетку забыли забрать вот еще сигнальчик есть ребята вот так вот друзья копаем сигнальчик думаю там еще одна монета точно еще одна тут еще на этом шурфе можно нормального нет нарыть тоже какой-то солит медный забираем сейчас пацанам скажу меня еще один солит шурфа что-то я чувствую что так и будет тёмыч ну мелкая монета еще один солит копаем дальше друзья друзья специально не прятал далеко камеру вот еще сигнальчик сейчас третий солит будет тёмыч у меня сейчас третий солит будет иди ко мне не хочешь покопать клад метров 30 где-то от воды от машины прямо по ходу движения перешел такой маленький ручеек и поднялся наверх я тебе крикну услышишь а ну крикни я тут походу недалеко копаем третий солит ребята а 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 есть 3 а а а а а а вот он все медные монеты и а а а а а посидеть еще поковырять этот шурф можно накопать таких монет мелких кучу думаю друзья что есть у меня еще один solid сейчас посмотрим а Продолжение следует... Продолжение следует... Кладовая монета, видите, в патине такой. Четвертый. Мелкая монета. Было бы что-то крупное. Крупное было бы интереснее. Не знаю, друзья, как они копали клад, но есть у меня еще один сигнальчик. Вот здесь вот, смотрите. Думаю, будет еще один солид. Продолжение следует... О, на этот раз не солит. На этот раз что-то крупное и серебряное. Прикольно. Темыч, у меня еще серебро вылезло с этого шурфа. Думаю, грош какой-то. Какой-то грош или полугрош. Темыч, я тебя уже слышу. Класс. Полугрош какой-то, наверное. Отлично. Берем. Супер. Сейчас жду Темыча. Попробуем с ним тут еще вместе покопаться. При желании можно это все, в принципе, расшурфить. Я думаю, еще что-то тут накопать. В общем, пока покручусь здесь. Друзья, у нас грандиозные раскопки. Темыч копает с одной стороны дерева. Смотрите, у него там монетка была. А я сейчас буду копать с той стороны дерева, где серебро вылезло. Сейчас сниму чуть верхний слой и попытаюсь углубиться. Будут какие-то находки, я вам все покажу. У Темыча еще один солид. Здесь, короче, по всему лесу, с полосой, куча ям таких немаленьких. Вообще все покопано. И мне кажется, это просто кто-то смотрел керамику и искал поселуху. Но, блин, ямы, сука, зловые, не закопанные. Дети, Колян. Ребят, у меня тоже есть сигнальчик, смотрите. Смотрите, снял сейчас верхний слой. Вот здесь вот, не знаю, сантиметров 7 может быть. Есть сигнал. Смотрите. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Железяка какая-то, прикинь, а била так в свет вообще. Не знаю, что такое. Осколок какой-то. Спрятал. Копаемся дальше. Еще один солид, друзья. Вот там вот под корнем лежал. Пришлось его ножом ковырять. Но я его достал. Жаль, не серебряный. У Темы еще тут, смотрите, какие раскопки. Грандиозные. Пошел под дерево копать. Так, что тут у нас? Что-то накапывается потихоньку. Идем дальше. Сюда сейчас буду продвигаться, в эту сторону. Монеты сюда вот шли где-то. Друзья, вот здесь вот рост куст. Мы его сейчас с Темычем убрали. Есть сигнальчик. Смотрите. Может и один сейчас глянем. Пока один. Сейчас еще раз посмотрим. Видно сверху лежал, так отбивал. Вот второй. Я не знаю, как они тут копали. Я не знаю, как так можно плав копать, чтобы... Чтобы столько пропустить, да? Угу. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, темнеет уже что-то в лесу, какая-то туча затягивает. Не знаю, как там на камере уже будет видно плохо, наверное. Светочувствительность слабенькая. Сейчас еще вот здесь вот чуть-чуть пройдусь. Потом это все разровняем, все оставим после себя порядок. Так что по этому поводу можете даже не переживать. Может быть наоборот, там где твердо там копали, утрамбовалась земля. А там где мягко... Да? Короче, заровнял я тут свой шурф, то что копал. Вот так вот, Тёмыч еще продолжает. В общем, я попробую рядом вокруг походить. Место интересное, примечательное такое. Расклад закопали, значит, могли еще один где-то закопать. Буду... Похожу вокруг, в общем, сейчас попробуем. Коляныч где-то поехал дальше в разведку. Посмотреть места. В общем, так вот. Иду дальше, друзья. Да, смотри. У Тёмыча в пенечке сигнал. Вот это прикол. Свалит? Да. У меня тоже тут сигналчик. Сейчас я его выкопаю. Свалит сто процентов. Как это из пенечки попало? Свалит сто процентов. Свалит сто процентов. есть он еще один колян обратно едете слышу так копаем дальше друзья еще сигнал друзья прям где-то прям вообще сверху сверху есть еще один тема суши эти сверху которая лежат они в таком более-менее еще сохранят а нижние вообще хиленькие так берем тем еще там тоже сигнальчик у это тоже сигнал кто-то забыл на солит хорошо пуговичка копаем дальше у тёмыча там солит есть да может серебро у меня здесь и ночик сейчас будем выкапывать а 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 меня тоже соли тема прикольно этот какой-то целенький такой вообще грязный правда замурзанный но целенький все берем похожу сейчас вокруг пошатай что-то пока желание шурфить отпала пошел я пройтись друзья надоело копать этот клад темыч там еще шурфит докапывает я кружок такой петли 0 сейчас колена встретил здесь и буду идти к машине я думаю что на сегодня наш коп уже закончился сейчас а вам находочки свои покажу значит так друзья находки накопал я солидов штук 12 наверное одно серебро попалась вот это вот наконечник ну и сегодняшний бонус джек потус вот такая вот заколочка выровняю будет ровненько вот так вот ну и что вам скажу как для разведки очень даже неплохо вот такие вот находочки друзья всем кому понравилось видео ставьте жирные лайки пишите комментарии обязательно подписывайтесь на канал кто не подписан нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые серии будет у нас еще экспедиции еще увидимся всем удачи всем пока дороги нету но мы едем там лучше где-то была дорога не туда помоем сейчас ваша не это не так ты же говорил что здесь выезды скучно есть выезды стой 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 колян стой ты же говорил что здесь вон там 2 идет дорога но выезда то нет рядышком идет вот уже строят вон стой там есть выезды то ты тут не проедет я тут поеду там выезд есть лям клял жесть просто жесть говорит я тут проеду вы посмотрите на это да он тут хочет проехать тут деревья растут но ну и ну и и и